Воронина Вера Начиная с 30, что-то начинать колоть. Я не отрицаю. Я сейчас проколола первый раз курс витаминных коктейлей на лицо. Потому что кожа устает. За те два года, что мы снимали без перерыва, мне даже уже гример сказала, говорит, Катя, ну иди. Я говорю, ну будет перерыв, пойду. И так как у меня очень яркая мимика, я как обезьянка, мой лоб ходит ходуном. Вот буквально вчера первый раз сделала себе ботокс в лоб, чтобы хоть как-то собрать его в кучу, потому что уже морщина глубокая-глубокая. И немножко как-то не по себе. Собственно, когда грим наносишь, я так и провалилась. Волкова девушка смелая. Экспериментов она не боится. Да и рассказывать о них тоже. Не каждая звезда поведает о таком. Один раз, помню, наверное, лет пять сделала себе мезотерапию в попу. Потому что решила, надо же, ну купальник, надо ехать отдыхать, надо же как-то подтянуть. Я говорю, делай мезотерапию. И я когда пришла к косметологу, она говорит, ты уверена, что тебе надо? Я говорю, мне сказали, надо, все делают и мне надо. Я помню, меня прокололо, когда вот эти вот одновременно чуть ли не сто уколов. Я говорю, оп! Она говорит, вот, это тебе за то, что ты просто так пришла. Спокойно, я еще не колю. Ах, нет еще. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. Скажите, а у вас диаметр, а? Уже-то... Ну, я это сделала один раз и пока больше не собираюсь. Не очень приятные ощущения. Вот, можно... Лучшая мезотерапия – это бассейн. Вода убирает все. Все подтягивает, все убирает. И мезотерапия – это, наверное, самый крайний случай. Просто надо побороть свою линию, пойти поплавать. И тем не менее, наравне с водными процедурами, Катя находит время для салона красоты. В целом, она доверяет технологиям бьюти-индустрии. Маска из огурцов, богатых пестицидами, уже не актуальна. Здравствуйте. Сегодня многие российские знаменитости делают радиочастотный лифтинг для лица на современном аппарате Reaction. Это код молодости наших звезд. Несколько сеансов – и кожа сияет. И главное – безболезненно. Ну, больно не будет. Больно не будет, тем более. Так что... Приятно. Многие пациенты засыпают. Вот, значит, расслаблю себя, слышите, не доспала. Встала рано, ехала в пробках, буду спать. Так что сказать спокойной ночи нельзя, спокойного дня. Сейчас усну, получу удовольствие. А когда проснусь, буду молодой и красивой, с подтянутым овалом лица. Мы ждем эффекты подтяжки овала лица, также подтяжки скулы, лифтинге. Плюс мы проработаем отдельно носогубную складку, так как с возрастом носогубные складочки у нас опускаются. Плюс у них, если у человека активная мимика, закладываются морщинки. Поэтому отдельное внимание мы уделим от логости. Накладываем гель. Ой, холодный. Холодненький. Первым результатом Катя довольна. Правда, ей нужно пройти еще несколько процедур. Она старается не только для себя, но и для любимого мужа. С танцовщиком Андреем Карповым актриса познакомилась благодаря Дарье Сагаловой. Даша подружилась с обаятельным парнем на телепроекте «Танцы со звездами» и пригласила его на один из спектаклей, где она играла вместе с Екатериной. Дальше между Волковой и Карповым случился красивый роман. Затем свадьба и рождение дочки Лизы. Молодая семья сегодня счастлива, но иногда супруг ревнует свою возлюбленную. Еще бы! Сняться на обложку известного мужского журнала приглашают не каждую звезду. Реакция мужа была неоднозначной. Ну, муж сказал, да, хорошо. Когда он уже отсматривал, у него был момент. А что тут нога видна? А я сказала, я буду в нижнем беле и в халате. Он такой, ну, в халате хорошо. Но он-то решил, что я буду в махровом халате. Я говорю, как можно быть в мужском журнале и в махровом халате? А я была в прозрачном. У тебя тут видно? Ты же мне говорила. Я говорю, ну я же в халате, я и так все прикрыла. Не знаю. И он, значит, полдня ходил, злился, психовал, не разговаривал. Он такой, ну ладно, ладно, мне нравится. Потом, когда узнала, что, оказывается, там еще и видео снимали. Но видео снимают они просто для работы. Естественно, не смотри, как я переодеваюсь, еще что-то. Что? Еще и видео? А это что? Порно, что ли? Я говорю, господи, Андрей. Я говорю, каждый день это нервотрепка. Вот только устаканится. Вроде привык. Все. Еще что-то новое. Там отсмотрел фотографии, обложку еще не видал. Обложка приходит. Аааа, ты там в трусах и в лифчике. Я говорю, ну тут же все закрыто. Но тут виден живот. Я говорю, ой, боже мой. Потом у него, слава богу, отходит, он успокаивается. Как нормальный мужчина, он ревнует. Потому что чувство собственности есть. Но когда отходит, он говорит, ну ладно, мне нравится, хорошо. Вот это как-то фотография, что-то не очень. Надо было что-то по открытию сделать, что-ли. Говорю, слушай, ты меня вообще поубил? Ну, конечно, поубил. Но вот это не очень. Отметиться в мужском журнале пока молодая, почему бы и нет. Но чаще Волкова предпочитает блистать на работе. Пожелаем Кате к нее 30-летию исполнения всего задуманного. С днем рождения, Верочка. Ой, я сама себе желаю. Конечно, хочется много интересной работы. Потому что, честно скажу, до работы-то я голодная, и мне хочется попробовать очень многое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова